Здравствуйте! Меня зовут Пуцукевич Олеся Петровна. Я учитель обслуживающего труда Государственного учреждения образования Кищенослободской учебно-педагогический комплекс Детский сад Средняя школа Борисовского района. Рядом со мной ученица 7 класса Конан Александра. И сегодня мы создадим интерьерную флористическую композицию. Итак, для работы нам понадобится основа для нашей будущей работы. В данном случае это такой бокал. Искусственный пиафлор, вырезанный по форме этого бокала, который мы будем закреплять сверху. Далее нам понадобятся различные материалы. Это натуральный флористический материал. Это могут быть засушенные грибы, шишки, какие-то плоды. А также искусственный флористический материал. Ягоды, различные листья, цветы, яблоки, сизалевое волокно, травка искусственная, а также веточки, закрученные такой причудливой формы. Для работы также нам понадобятся различные инструменты. В данном случае это термопистолет и макетный нож. Итак, приступим к работе. Первое, что нам нужно сделать, это немного заполнить пространство внутри бокала, чтобы композиция не казалась нам пустой. Для этого мы возьмем небольшое количество сизали. Саша, бери небольшое количество сизали. И наполним ей им бокал. Саша, помогай мне. Мы сейчас создаем такой немножко воздушный объем, но в то же время закрываем вот это пустое пространство, которое нужно немножко обыграть. Итак, следующий шаг. Искусственный пиафлор, вырезанный по форме нашего бокала, мы сейчас закрепим сверху при помощи клея-пистолета. Так, Саша, бери, пожалуйста, пиафлор одной рукой. Так, я буду наносить горячий клей. С горячим клеем нужно работать очень осторожно. Желательно, конечно, под присмотром учителя все это делать, чтобы дети сами соблюдали технику безопасности. Он может ожечь руки очень сильно. Так, и сейчас мы с Сашей так нанесли. Давай, я буду так закреплять. Закрепляем вверху бокала. Так, Саша, помогай мне. Держи немножко. Так, подержим немножко. Клей очень быстро сейчас схватится с поверхностью, поэтому никаких особых проблем и трудностей в этой работе нет. Так, вот у нас уже готова основа для нашей будущей работы. Следующий шаг. Для того, чтобы наша композиция имела какое-то направление, какой-то объем, мы закрепим вверху композиции веточку. Нужно выбрать веточку необходимой вам формы, изгиба и закрепить в том направлении, в каком вам кажется наиболее, какое вам кажется наиболее удачным. Вот мы, например, если закрепим веточку вот таким образом, то наша композиция будет просматриваться вдоль вот этой вот оси образовавшейся. Так, я наношу горячий клей, Саша помогает мне фиксировать нашу веточку. Так, Саша, придерживай вот здесь, именно в таком направлении, в каком мы с тобой задумали. Сейчас клей очень быстро должен схватиться с поверхностью, поэтому особых трудностей тоже нет здесь в работе. Зависит еще, скорость сцепливания вот этих материалов зависит еще, конечно, от количества этого клея. Так, ну давай посмотрим. Давай посмотрим. Так, вот. Видите, что уже хорошо закрепилось. Итак, у нас готова основа для нашей будущей композиции. Что мы делаем дальше? Дальше мы выстраиваем нашу композицию. Для этого мы возьмем сначала крупные искусственные цветы. В данном случае это вот такие у нас цветы, похожие на розу, на магнолию. Так, и закрепляем где-то в одном выбранном месте. Так, с помощью, так, все того же клея пистолета. Итак, Саша, придерживай, пожалуйста, чтобы оно здесь хорошо закрепилось, а я скажу несколько слов о правилах создания такой композиции. Дело в том, что композицию мы должны делать не просто одностороннюю. Наша композиция должна будет, все, наверное, просматриваться со всех сторон. То есть как с лицевой стороны, так и с обратной стороны. Поэтому мы сейчас такой же, и такого же размера, и такой же формы цветок будем закреплять и с обратной стороны. Так, перевернем нашу работу. Саша подаст цветок. Так, сейчас с помощью клея мы его также зафиксируем. Можно зафиксировать чуть пониже центра. Таким образом мы вот... Так, Саша, немножечко подержи. Немножко подержи, чтобы хорошо материал схватился. Таким образом мы вот задали уже такую основу нашей композиции. Так, далее, мы должны наклеивать, выкладывать, то есть все материалы, которые у нас имеются. Для того, чтобы композиция была интересной и красивой. Следующее, что можно использовать, это, например, закрепить за нашим первым цветком, ну, скажем, вот такой искусственный гриб. Что нам даст вот этот вот гриб? Он придаст объем нашей композиции. И композиция будет просматриваться не только с правой и с левой стороны, скажем так, да? Но она будет также еще у нас уходить и вверх. То есть вверх будет тоже добавляться такой своеобразный объем. Так, мы закрепили. А теперь мы должны закрепить по кругу всей нашей композиции те материалы, которые у нас имеются. Значит, мы можем сначала использовать, например, вот такое яблоко. Так, вот такое яблоко. Мы можем закрепить где-то здесь вот рядом с первым нашим цветком. Так, мы сделаем. Хотелось бы еще несколько слов сказать о том... Так, Саша, зафиксируй, пожалуйста. Хотелось бы несколько слов сказать о том, что все материалы, конечно, тоже нужно подбирать в сочетающихся оттенках. Чтобы композиция была гармоничной. Все. Хорошо. И такое же яблочко сейчас мы будем закреплять с обратной стороны. Яблоки придают работе и яркость, но в то же время композиция, цветовая гамма композиции не нарушается. Так, немножко подержи, чтобы оно не упало. Так, хорошо. Хорошо. Далее у нас остается незаполненное пространство. Наша главная задача не просто выстроить композицию, но и сделать ее красивой и гармоничной. Поэтому мы должны закрыть, конечно, весь вот этот серого цвета искусственный пиафлор. Итак, значит, следующее, что мы можем приклеить, это, например, какие-то у нас вот есть такие тоже крупные элементы, которые можно зафиксировать где-то, например, вот здесь, под нашим вторым яблочком. Мы тем самым и объем-то опять же придадим нашей композиции, но и в то же время закроем вот эту вот серую вот эту массу. Она у нас не будет видна. У нас будет очень красивая должна будет получиться композиция. Так, что у нас получилось? Так, следующее. У нас есть такие засушенные плоды, очень интересные формы. И мы тоже сейчас ими воспользуемся. Следует отметить, что сначала мы приклеили самые крупные, конечно, элементы в композицию. То есть те элементы, от которых вся дальнейшая композиция будет у нас... Зависит вся дальнейшая композиция, да? То есть мы приклеили эти крупные листья. Затем мы должны добавить какие-то элементы, которые придают объем нашей композиции. Вот мы закрепили таким образом вот этот вот гриб, да? И далее мы выстраиваем, просто гармонично приклеиваем все элементы, чтобы композиция была красивой. Так, значит, здесь у нас тоже есть такие места, пустоты, и нам тоже их нужно заполнить. Мы можем воспользоваться таким же. Засушенный плодом. Так, что еще у нас есть в наличии? Есть шишки, но почему бы и нет? Шишки тоже можно использовать в такой композиции. Так, к тому же они соответствуют заданной цветовой гамме. Ну вот, что у нас уже получается, да? Так, единственное, что теперь бросается в глаза, Саша, что сейчас бросается в глаза? Вот эта ветка, наверное, незаполненная. Да, незаполненная ветка. Сейчас есть тоже несколько секретиков для того, чтобы продлить эту композицию вдоль нашей оси образовавшейся. Итак, мы можем добавить, например, вот такой плод, да, тоже, чтобы закрыть немножко по кругу, чтобы закрыть по кругу этот серый пиафлор. Так, вот, Саша, подержи, здесь немножко, нужно немножечко зафиксировать, я достаточно много клея добавила. Так, ну, а мы, я сейчас рассмотрю композицию со всех сторон, что, куда можно еще добавить какие элементы. Все зафиксировалось? Так, зафиксировалось. Вот что у нас уже получается, какая интересная композиция. Значит, сейчас мы можем добавить тоже вот такие же засушенные плоды, только где-то вот между, между двумя, скажем так, не совсем яркими элементами добавим немножко таких светлых пятен. Поэтому сейчас добавим вот таких, вот этих плодов. Так, и куда-то можно, наверное, и сюда его добавить. Вот, правда, целесообразно добавить куда-то еще и сюда. Потом у нас еще есть такие маленькие цветы, такие же цветы, только маленькие. Так, вот здесь тоже нужно немножко придержать, а я в это время возьму цветы и посмотрю, куда же нам нужно их добавить в композиции. Так, зафиксировался. Там главное, чтобы не упал. Клей хорошо, конечно, схватится, но главное, чтобы у нас все было хорошо, качественно. Итак, сейчас для того, чтобы по ходу, можно немножечко по ходу работы, можно немножечко, конечно, обыгрывать и вот эту ось. Поэтому мы можем добавить вот сюда, например, в эту сторону, тоже вот такой искусственный цветок. По правилам композиции, вы, наверное, все знаете и помните, что самые крупные элементы всегда располагаются где-то в основе композиции. И чем дальше уходит композиция, например, вверх или в сторону, диагонально или просто там по возрастающей прямой линии, то чем дальше, тем размещаются какие, конечно же, элементы более мелкие. Более мелкие. Спасибо, Саша, за подсказку. А на эту ось мы можем добавить, например, например, можем добавить вот такое, опять же, соцветие, да, чтобы продлить сюда немножко нашу композицию. У нас еще есть там мелкие ягоды, красные, которые мы потом добавим вдоль нашей оси. Сейчас мы будем смотреть, чего же нам не хватает в композиции и будем добавлять эти элементы. Итак, у нас остались еще все-таки незаполненные пустоты, не пустоты, а незаполненный вот этот пиафлор. Значит, чем можно его заполнить? Мы можем, например, взять еще один вот такой гриб и добавить, ну, например, вот сюда под шишку. Да, мы придадим объем немножко в сторону, да? Посмотри, как будет. Мне кажется, будет неплохо смотреться. Если мы придадим объем в сторону, будет тоже неплохо смотреться. Так. Цветок немножко поправим, чтобы он тоже у нас не примялся. Так. Сейчас зафиксируется. Ну, а ты можешь посмотреть, куда бы еще нам можно, куда бы еще нужно добавить какой-то элемент. Так. Вот как у нас получается. Вот что у нас получается. Значит, у нас же еще с тобой есть вот искусственные зеленые листья такие, которые мы тоже можем где-то разместить в композиции. Поэтому мы можем вот этот серый пиафлор, который у нас образуется под нашей композицией, заполнить, например, вот такими листочками. Да, можно не всеми, можно при помощи макетного ножа какие-то ненужные детальки убрать, чтобы они не торчали, чтобы они не нарушали нашу композицию. И можем добавить, например, сюда. Как ты думаешь, будет неплохо смотреться. Вот что у нас получается. Композиция становится уже более интересной, правда? Да. Более интересная. Так. Такие же. Вот у нас остался, например, один листочек, и он, посмотри, как повторяет форму нашего бокала. Поэтому мы тоже можем его где-то разместить под каким-то элементом, например, добавив вот сюда, да, чтобы здесь тоже было немножко зелени. Так, поэтому мы сейчас сюда тоже добавим такой листочек. Так, зафиксируем его нашим пистолетом. Так. Теперь, если вы обратите внимание, нам можно, то есть у нас есть возможность добавить немного объем вверх. И этот объем мы создадим с помощью вот такой искусственной травки. Давай мы с тобой посмотрим, как мы можем ее добавить. То есть вот, да, будет тоже неплохо смотреться. Поэтому сейчас мы наносим тоже горячий клей, горячий клей, и фиксируем внутри работы. Так, вот такая травка. Она достаточно тонкая травка, достаточно легкая, поэтому она не утяжелит ни в коем случае нашу композицию, а наоборот, придаст ей более элегантный вид и объем. Так, и где-то там рядышком тоже нужно найти. Вот, и сюда, например, таким образом. Вот так вот. Немножко хочется развернуть. Ну, вот таким образом, да, вот таким образом. Значит, во внутреннюю часть композиции, вот что у нас получается, мы можем тоже добавить где-то искусственные листья. Так. Например, вот сюда, да, и будет тоже... Ой, я здесь, наверное, пронзываю. Так. И тоже будет... Во-первых, мы закроем пустоты, которые образовались у нас во время работы. Так. Ну и опять же придадим объем нашей композиции. Итак. Фиксируем. Так, фиксируем внутри. Наши работы. Так, что у нас получается? Вот как наша композиция выглядит с обратной стороны. Вот как она выглядит с лицевой стороны. Итак. У нас еще остались все-таки незаполненными места. Поэтому между... Вот здесь вот под нашим грибом мы можем тоже разместить зеленый листочек. Так, мы тоже сейчас его зафиксируем при помощи горячего клея. Так, только аккуратно. Потому что листочек достаточно тонкий, главное не обжечь пальцы. Так, зафиксируем. Если в ходе работы образуются пустоты, куда невозможно прикрепить никакие мелкие детали или материалы, мы можем эти пустоты всегда заполнить при помощи сизалевых шариков. Что такое сизалевые шарики? Мы просто от волокна отрываем немного сизали. Так. Скатываем вот такой небольшой шарик. И просто... Ну, можно поплотнее, можно более воздушно сделать. И просто добавляем его. То есть закрепляем, опять же, нашим пистолетом в то место, куда невозможно. Или, может быть, у вас нет мелкой какой-то детальки, которую можно сюда добавить. Можно эту пустоту заполнить вот таким вот сизалевым шариком. Вот как он неплохо смотрится в композиции, абсолютно ее не нарушает. Так. И у нас еще есть такая же пустота. Мы, например, в эту пустоту можем... Так, вот здесь. В эту пустоту мы можем добавить уже не сизалевый шарик, а, например, вот такое вот соцветие. Так, сейчас я отделю от общего букета. Так. Вот что у нас получается, какая композиция. Так. Так, ну и завершающим таким моментом нашей композиции мы можем добавить вот принесенные, мы же не зря сегодня с тобой принесли, еще такие красные ягоды, да, которые мы можем добавить, закрепить вдоль оси, которая у нас образовалась. Так, тоже аккуратно отделяем эти ягоды. Так. И закрепляем на нашей веточке. Чуть подальше от основной композиции. Так. Закрепили сюда ягодку. Вот таким образом. Так. И развернем к себе. Закрепляем, например, здесь можно под цветочком ягодку, например, закрепить. Так. Сейчас мы развернем к композиции. Вот под цветочком более крупную. И более мелкую ягодку можно закрепить чуть повыше. Нужно выбрать мелкую ягодку, вот. Такой более мелкой, да? Потому что более мелкие элементы располагаются у нас чуть выше. Так? Да. Вот. Все. Нам осталось рассмотреть нашу композицию со всех сторон. Может быть, мы еще где-то найдем не очень красивые места, которые не мешало бы заполнить. Вот если присмотреться чуть ближе, присмотреться к композиции, то иногда тоже образуются такие пустоты, которые при более близком рассмотрении можно все равно заметить. Поэтому я предлагаю ее тоже, эти места тоже заполнить небольшим количеством сезали. Небольшим количеством сезали. Сезаль будет хорошо сцепливаться с остальными материалами, поэтому вот такие мелкие шарики, их можно просто, ну, просто куда-то положить, не обязательно уже фиксировать при помощи пистолета. Да, Саша, возьми, покажи ее красиво. Итак, вот такая работа у нас сегодня получилась. А мы на этом прощаемся с вами и желаем всем, всем творческих успехов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!